Кока-кола, что за секретный ингредиент? В 2006 году в Турции впервые в мире против кока-кола начали судебное разбирательство по поводу состава напитка. На этикетке обычно пишут, что в кока-колу входит сахар, фосфорная кислота, кофеин, карамель, углекислота и некий экстракт. Этот экстракт и вызвал подозрения. И компания Кока-кола была вынуждена раскрыть секрет, из чего же на самом деле делают калу. Это оказалась жидкость, полученная из насекомого кочаноа. Кошениль. Кошениль, это насекомое, которое живет на Канарских островах и в Мексике. Это насекомое присасывается хоботком к растению, сосет сок и никогда не двигается с места. Для насекомого кошениль подготавливают специальные поля. Этих насекомых в поле собирают жители деревень. Из самок и яиц этих насекомых выводят пигмент под названием кармин, который и окрашивает кока-колу в коричневый цвет. Сушеный вид кошениль выглядит как изюм. Но на самом деле это насекомое. Теперь вы знаете, что означает слово кока в названии напитка. А теперь я вам расскажу, что скрывается за словом кола. Для этого я расскажу вам историю сотрудника, который 23 года проработал на фабрике кока-кола. Сырьем для колы являются солодковые корни и этими корнями питаются разные млекопитающие, в том числе и мыши. Большие компании при производстве колы собирают эти корни тоннами с помощью экскаваторов. При сборке тонн корней они не в состоянии вытаскивать мышей. Поэтому солодковые корни прессуют вместе с тем, что было среди корней. Только после этого остатки шерсти, лапы и так далее вытаскиваются из этой массы. От того, что напиток имеет темный оттенок, незаметно, что в ней также присутствует кровь и желудочная жидкость мышей. Конечно же, гиганты компании, которые производят колу, пытаются нейтрализовать вредные вещества с помощью химикатов. За 23 года сотрудник, рассказавший эту историю, ни разу не выпил из стакана колы. Дальше судите сами. Ученые из Вашингтона разложили на составляющие один из ингредиентов кока-колы. Оказалось, что карамель, это вовсе не растопленный сахар, а химическая смесь сахара, аммиака и сульфитов, полученная при высоком давлении и температуре. Она может вызывать рак легких, печени, щитовидной железы или икемию. Также выяснилось, что в газировку входит спирт. Это основа той самой секретной добавки 7Х. В алкоголь добавляют по несколько капель ароматических масел, кориандр и корицу. А жидкость насекомого кашениль, кармин вообще не прошла сертификацию, поэтому колу в некоторых странах не производят вообще. Как на колу реагирует организм? Через 10 минут. 10 чайных ложек сахара ударит по вашей системе. Это ежедневная влажность норма. Вас не тянет рвать, потому что фосфорная кислота подавляет действие сахара. Через 20 минут. Произойдет скачок инсулина в крови. Печень превращает весь сахар в жиры. Через 40 минут. Поглощение кофеина завершено. Ваши зрачки расширятся. Кровяное давление увеличится, потому что печень выбрасывает больше сахара в кровь. Блокируются аденозиновые рецепторы, тем самым предотвращая сонливость. Через 45 минут. Ваше тело увеличит производство гормона дофамина, стимулирующего центр удовольствия мозга. Такой же принцип действия у героина. Спустя час. Фосфорная кислота связывает кальций, магний и цинк в вашем кишечнике, ускоряя метаболизм. Увеличивается выделение кальция через мочу. Более чем через час. Мочегонные действия входят в игру. Выводится кальций, магний и цинк, которые находятся в ваших костях, так же как и натрий, электролит и вода. Более чем через полтора часа. Вы становитесь раздражительным или вялым. Вся вода, содержащая в Кока-Коле, выводится через мочу. Активный ингредиент Кока-Колы – ортофосфорная кислота. Ее эрн равен 2,8. Для перевозки концентрата Кока-Кола грузовик должен быть оборудован специальными емкостями, предназначенными для высококоррозионных материалов. Подробный состав разрекламированного продукта Кока-Кола Лайт без кофеина. 1. Аквакарбонейтед, И-150Д, И-952, И-950, И-951, И-338, И-330, АРОМАС, И-211. Аквакарбонейтед, газированная вода. 2. Присутствие в воде углекислого газа возбуждает желудочную секрецию, повышает кислотность желудочного сока и провоцирует метеоризм, обильное выделение газов. Кроме того, используется не родниковая вода, а водопроводная, пропущенная через специальные фильтры. 2. И-952, Тикламикасят энднак, эсосолтс, цикламовая кислота и ее натриевые, калиевые и кальциевые соли. Заменитель сахара. Цикламат, синтетический химикат, имеет сладкий вкус в 200 раз превышающий сладость сахара, используется как искусственный подсластитель. Был запрещен к использованию в продуктах питания человека, поскольку является к концу йорогеном, вызывающим раковую болезнь. В 1969 году распоряжением Федерального агентства по пищевым продуктам и лекарственным препаратам. ФИТ запрещен к применению на территории США, так как. Было доказано, что он, как сахарин и аспартам, вызывает у крыс рак мочевого пузыря. В том же году запрещен в Канаде. В 1975 году запрещен в Японии, Южной Корее и Сингапуре. Запрещен к использованию в производстве напитков в Индонезии. В 1979 году Всемирная Организация Здравоохранения реабилитировала цикломаты, признав их безвредными. 3. И-150 ЗИ. Кэрамол 4. Аммония салфиты процесс, краситель. Жженый сахар. Получают путем переработки сахара при определенных температурах, с добавлением химических реагентов или без них. В данном случае добавляют сульфат аммония. 4. И-950. Асэсалфам эпатесием, АЦ-йосульфом калия. В двухстах раз слаще сахарозы. Содержит метиловый эфир, который ухудшает работу сердечно-сосудистой системы, и аспарагеновую кислоту, которая оказывает возбуждающее действие на нервную систему и может, со временем, вызвать привыкание. АЦ-йосульфом плохо растворяется. Продукты с этим подсластителем не рекомендуется употреблять детям, беременным и кормящим женщинам. 5. И-951. Эспатейм. Сахарозаменитель для больных диабетом. Химически неустойчив. При повышении температуры распадается на метанол и фенилаланин. Метанол. Метиловый спирт очень опасен. 5-10 мл способны привести к гибели зрительного нерва и необратимой слепоте. 30 мл могут привести к смерти. 6. И-338. Ортофосфорик асет. Ортофосфорная кислота. Химическая формула. H3PO4. Пожары и взрывы опасны. Вызывает раздражение глаз и кожных покровов. Ортофосфорная кислота.